Добро пожаловать на канал NemetoGames и сегодня мы посмотрим на игру Пожалуйста, ничего не трогай. Поехали! Итак, мы на странице игры в Steam. Чем тут видим? Какие-то картиночки. Ну, какой-то такой интересный пиксель-арт. Один и тот же экран постоянно. Ладно, разберемся. Посмотрим, что у нас по отзывам. Очень позитивные. Две с лишним тысячи. Девелупер вот тут написан. Текс. Я отыграл довольно много, но в основном это были выбивания карточек и попытки все-таки хоть что-то найти. Так, что дальше у нас тут? Пробежимся, посмотрим. Есть карточки, есть ачивки. В общем, больше ничего из этого здесь и нет. Ачивок не так много. Есть какое-то описание. Вот неплохие оценки от PC Gamer, от Tech Raptor и от Game Green. Причем от Game Green самое высокое описание. Ну, системы требования вообще никакие, потому что игра очень маленькая. Ну, собственно говоря, мы можем видеть реально прям очень позитивные, хотя вот тут есть негативные. Пишет, что это не его тип игр. И он не может рекомендовать. Ну что, давайте тогда перейдем к самой игре. Ну, вот, собственно, и сама игра. Итак, это игра от российских разработчиков. Не российских, а просто русских разработчиков. Одного, по крайней мере. И это очередной такой сюрреалистичный и, собственно говоря, необычный проект. Но эта головоломка посложнее, чем, помните, у нас была головоломка про то, как нужно помочь убиться бедному псу, которая The Silent Magic была. Вот. А здесь у нас игра, которая заставляет нас подумать и ничего не нажимать. Кстати, одна из первых концовок — это реально ничего не нажимать. И тогда у нас через 4 минуты вот происходит... Точнее, даже не через 4 минуты, а через 40 секунд, там, по-моему, около минуты происходит вот такая вот история. Какой-то там диалог. Далее, да, мы нажимаем рестарт и начинаем пробовать. Во-первых, конечно же, жать на кнопку. Если мы нажмем вот так, то начнется апокалипсис, которым нам говорит кореш. Это одна из концовок, это третья концовка, если я не ошибаюсь. По сути, это все, что есть в игре. Я открыл пару концовок. И вот здесь, в принципе, есть вся абсолютно подсказка по поводу того, как решать головоломки. Да, я не советую вам смотреть прохождение, иначе никакого удовольствия от игры вы не получите. Только если вам нужны ачивки и все. То есть, если вы хотите быстро набить ачивки, конечно, посмотрите прохождение и просто повторите все за авторами этих самых прохождений. Я же рекомендую реально попытаться поиграть и найти решение самому. Например, вот такое самое, казалось бы, простое решение, просто долбить кнопку до тех пор, пока что-то не произойдет. Долбим, 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 и все, больше долбить нельзя. Аппарат сломался. Вот еще одна из концовок. Это, по-моему, как раз вот этот... Даже не знаю, какая. По-моему, это четвертая или вторая концовка. Просто задолбить до безобразия, да? Ой, white input. Ого. А вот этого я еще не видел. Забавно, вот этого я еще не видел. То есть, вот такая еще одна концовка, которую я не видел. Потому что, видимо, она срабатывает исключительно после того, как ты... Прошлую концовку с просто затыкиванием кнопок. Так, теперь давай, лови кнопку, которую надо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Окей. Thank you for cooperation. You got the job. О, это довольно последняя. Одна из последних концовок, кстати. Ну, в общем-то, вот и вся игра, по сути. И здесь ничего сверхъестественного нет. Мне понравилось оформление. Простецкое, минималистичное. И чисто реально прикольное в плане пиксель-арта. Простейшее, казалось бы, но при этом довольно интересное. Что самое классное, это вот именно головоломки, которые здесь есть. Они простые. И здесь немало юмора, на самом деле. Если вникать в подробности игры. К сожалению, игра достаточно дорогая. То есть это 5 евро для нас. Возможно, в русском регионе это будет подешевле. Но я бы рекомендовал ее к покупке обязательно. Если будет со скидками. Или там в каком-то бандле. Или еще что-то. Потому что этот квестик, пазл, да, позволит вам немножко понапрягать свою извилинку. Подумать, в общем-то. И в итоге достичь некоторого удовольствия от прохождения. Круто, спасибо. Ты меня выручил. Вот. И классный саундтрек здесь. Такой интересный, спокойный, ровный. Кстати, этот саундтрек стоит еще 2 евро. Если заходить его вдруг купить. Ну, а на этом маленький обзорчик можно заканчивать. Потому что больше об этой игре говорить нечего. Показывать полное прохождение, чтобы спойлерить, я не хочу. И так уже немножко поспойлерил. Да, ну, это такие самые очевидные решения, которые можно сделать. Другие же вам предстоит найти самостоятельно. Одно могу сказать наверняка. Вот на этом рабочем столе есть абсолютно все необходимые вам подсказки, которые помогут решить задачи. Соответственно, все просто. А на этом я бы закончил. Но хочу напомнить вам о конкурсе, который проходит в нашей группе. Все, что вам нужно сделать репостик и получить замечательный ключик в случае победы. Ну, так как ключей разыгрывается много, шансы на победу высокие. Поэтому по ссылочке в описании переходим в группу, подписываемся. И делаем репост закрепленной записи с конкурсом одного из прошлых видео по индюшатине. А розыгрыш будет уже скоро, через неделю. Максимум через две посмотрим на активность аудитории. А вот теперь все. Можно попрощаться. До новых встреч. Пока-пока.